Добрые руки Людмила Карлова – это всероссийский известный психолог, педагог, коуч, процессор технологии ЭССЭ. Технология ЭССЭ – это раскрытие своего уникального ресурса, благодаря реализации которого человек получает от жизни все, чего хочет – здоровье, благополучие и все, что с ним связано. Все это является неотъемлемой частью вашего продвижения на своем уникальном пути. Пять дней тренинга заменят вам годы психотерапии. Подробная информация о тренинге по телефону 403399 и 441399. Звоните, записывайтесь и приходите. Здравствуйте, в эфире программа «Альметьевск. Сегодня». Спонсор выпуска – реабилитационный центр «Добрые руки». В студии Алена Минкина. Главная тема выпуска. Победила молодость. Депутаты «Единой России» отметили День независимости товарищеским матчем по футболу. Идет пока равная борьба, но очень надеемся, что в итоге чашу весов мы спорим в свою сторону. Ни капли не жалко. Альметьевская семья стала призером конкурса «Лучший донор России». Я очень благодарна и горда, скажу даже, за то, что наша семья помогает людям. За картинку в соцсетях – строгое наказание. Как уберечь подростков от поступков экстремистского толка обсуждали в исполкоме района. Проблемы существуют, что за это есть наказание. 12 июня страна отметила День России. В Альметьевске он начался спортивно. Второй год подряд местное отделение партии «Единая Россия» отмечает праздник товарищеской встречи по футболу между командой депутатов органов местного самоуправления и сборной общественных организаций «Нефтеграда». Как прошла игра и кто стал обладателем Кубка – прайм-лиги 2016 в нашем сюжете. Спортивная форма, командный дух и позитивный настрой – вот что требовалось от участников этого необычного футбольного матча. Депутаты от «Единой России» встретились в товарищеском поединке с представителями общественных организаций. Для футболистов обеих команд это ответственные мероприятия. Каждому хочется завоевать победу. Футбольный матч – это тот вид спорта, который очень доступен для каждого ребенка, для каждого мальчишки. Такие замечательные футбольные поля – детская и юношеская спортивная школа. Более 600 наших воспитанников занимаются спортом, занимаются футболом. И пусть сегодня вот этот футбольный матч победит настоящая дружба, чтобы игра была интеллектуальной, чтобы обязательно победил сильнейший. Перед началом игры произошло замечательное событие. Пятиклассник школы номер 11 Дмитрий Абакумов получил в подарок долгожданную собаку. Около двух месяцев назад Дима на сайте президента России Владимира Путина поделился своей сокровенной мечтой – обрести маленького пушистого друга. И сегодня от имени лидера страны глава района Айрат Хайрулин воплотил мечту в жизнь. Щенка Хаски Дима назвал Баста. Счастливая история. На наших глазах, друзья, еще раз ваши аплодисменты. Я просто написала письмо на сайте. Я даже не думала, что ответ уже так быстро пойдет. Вчера уже позвонили, сказали, что сегодня надо будет подойти. И вот уже у меня на руках Хаски. Мечты как бы сбываются. Хочется выжать слова благодарности главе за поддержку. Всего самого-самого лучшего. Тем временем на поле разгорелась жаркая схватка. Обе команды отчаянно сражались за кубок прайм-лиги 2016. Первые же минуты игры показали, что ни одна из команд по силе мастерству и сплоченности не уступают друг другу. Это доказал и счет после первого периода. 1-1. Отлично. Соперники молодцы. Несмотря на то, что занимают такие должности, они для своего положения достаточно шустрые. Шустрые, быстрые, веселые. Счет такой очень упорный. 1-1. Все самое интересное еще впереди. Соперник хороший. Наслужит команда неплохая. Так что ведет пока равная борьба. Но очень надеемся, что в итоге чашу весов мы сплорим в свою сторону. Защитники охраняли свою зону, а нападающие стремились прорвать оборону и забить гол. Во втором периоде спортсмены поднажали. Мечи влетали в ворота один за другим. Несмотря на тяжелое сопротивление, футболисты играли с удовольствием. Настроение у всех было хорошее. Соперник очень достойный. Показывает хорошую игру, но мы не сдаемся. Мы уже один гол отыграли. Дальше у нас стоит задача не пропустить, но забить. Наша команда депутатов редко бывает, когда в таком моменте собирается и в командном духе пытается что-то доказать. Благодаря такому подходу мы сегодня как раз ведем это хорошее дело. Обе команды показали яркую и азартную игру. Но несмотря на равные силы, победу одержала команда представителей общественных организаций «Нефтеграда» со счетом 3-1. Теперь она обладатель Кубка Прайм-лиги 2016. Спортивную эстафету в праздничный день подхватил «Зеленый фитнес». Проект пришелся по душе альметьевцам. Он насчитывает уже более 800 поклонников физкультуры на свежем воздухе. Вот и в День России они пришли на ближайшие площадки, чтобы взбодриться на зарядке, расслабиться на йоге и узнать о новых направлениях в спорте. Самым активным удалось выиграть призы. Площадь нефтяников – площадка для наиболее выносливых. Здесь негде укрыться от солнца, только фонтан дарит немного прохлады. Но фанаты «Зеленого фитнеса» бодро занимались под музыку, вызывая восхищение у редких в это воскресное утро прохожих. Продолжился день независимости в городском парке. Культурная программа воскресного вечера стала логичным завершением насыщенного дня. Любителей хорошей песни и просто посетителей парка ожидал большой концерт. Вместе с альметьевцами и гостями города насладилась живой музыкой на свежем воздухе и наша съемочная группа. День России – праздник патриотический, нацеленный на пробуждение в каждом жителе страны любви к родине. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и развлекательных мероприятий, акций, флешмобов, концертов, на которые люди приходят с друзьями и родными. В Альметьевске самым популярным местом для семейного отдыха в выходной является городской парк. И День России не стал исключением. Очень веселый и нужный праздник. Семейный, государственный праздник. Очень весело. В аттракционах людей очень много, детей очень много. Все семьи, все правы, все рады. Ближе к вечеру на сцене парка начался праздничный концерт. Выступали и юные артисты, и популярные альметьевские певцы и танцоры. Гуляющая публика, дети и взрослые потянулись на звуки музыки. Постепенно на скамейках перед сценой не осталось свободных мест. В числе зрителей немало пожилых людей. Они росли и воспитывались в те времена, когда любить свою страну никого не надо было заставлять. И это чувство принесли через всю свою жизнь. Поэтому для людей старшего возраста День России не просто выходной, а настоящий праздник. Дорогие жители и гости города, я всех вас поздравляю с Днем России. Каждому из вас желаю крепкого здоровья, счастья, радости и мирного неба над головой. Альметьевских артистов на сцене сменили республиканские звезды эстрады. Алла Суга Таулина, Илька Махмедзянов, Альметьевск ТВ. Итоги прошедшей недели подвели сегодня на общегородской планерке в исполкоме района. Главным вопросом на повестке дня стало исполнение консолидированного бюджета муниципального района за май 2016 года. Участникам совещания представили нового руководителя управления ресурсами Альметьевского муниципального района. Им стал Алексей Лазарев, ранее занимавший должность главы русско-актажского сельского поселения. Также на планерке глава района поздравил Альметьевскую семью Гимаддиновых, победившую во всероссийском конкурсе «Лучший донор России-2016». Сегодня весь мир отмечает День донора крови. Эти люди действительно достойны того, чтобы им посвятили день в году. Ведь благодаря донорам удается спасти чью-то жизнь. Особого уважения заслуживают те, кто сдает кровь регулярно, то есть почетные доноры. В Альметьевске их немало. О донорах, победителях российского конкурса на лучшего донора в нашем сюжете. Российский конкурс «Лучший донор России-2016» прославил Альметьевскую семью Гимаддиновых. В номинации «Донорская династия» они заняли второе место. Это событие стало знаменательным не только для династии доноров, но и для Альметьевского центра переливания крови. В их практике такое впервые. Врачи центра гордятся династией и считают, что второе место Гимаддиновы получили заслуженно. Мы честовали семью Гимаддиновых, трех братьев и одну сестренку. Они сдали более 160 литров кровоплазмодач. При этом донации было 323 донации. То есть это максимальное количество. Три брата Гимаддиновы – Альфрид, Роберт и Альберт – являются почетными донорами. Их мама тоже в свое время была донором крови. Сестра Фарида в замужестве Ложкина признается, что долго готовилась, чтобы тоже стать донором. Ведь в ее семье все сдают кровь. Почетным донором Фарида пока не является, но у нее еще все впереди. Я очень благодарна и горда, скажу даже, за то, что наша семья помогает людям и что это оценили. И я хочу призвать всех, чтобы сдавали кровь ради спасения людей. Людмила Воронина, Алена Минкина, Ильдар Гимаев, Альметьевск ТВ. ДТП с погибшим произошло в Альметьевске в минувшие выходные. Водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и, выехав на встречную обочину, врезался в гараж. Это произошло напротив дома номер 22 по улице Бегаш в третьем часу ночи. Находившегося за рулем мужчину со множеством травм госпитализировали в реанимационное отделение медсанчасти. Сидевший на переднем сидении пассажир, женщина 31 года, от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данным ГИБДД, она не была пристегнута ремнем безопасности. О профилактике терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних шла речь на совещании в исполкоме района. Его провел заместитель руководителя исполкома Алексей Грушин. Есть ли способы уберечь подростков от дурного влияния, узнаете в нашем сюжете. Весь мир пытается противостоять экстремизму и терроризму. Одним из способов защититься от угрозы и предотвратить экстремистские проявления может стать профилактика в общественной среде. По мнению заместителя руководителя исполкома Алексея Грушина, особенно важно проводить такую работу среди подрастающего поколения. Подростки легче других поддаются дурному влиянию. Отсутствие жизненного опыта и жажда новых впечатлений часто приводят их различного рода группировки и радикальные сообщества. Социальная и материальная незащищенность молодежи, максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения. Вот только некоторые из причин, позволяющие говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди несовершеннолетних. Экстремистские выпады сегодня нередко можно встретить в виртуальном пространстве. Интернет, где несовершеннолетние проводят значительную часть времени, является благодатной почвой для пропаганды насилия. Об этом говорил старший помощник прокурора Игорь Нагаев. Так, например, в начале 2016 года сотрудники прокуратуры выявили несовершеннолетнего подростка, который занимался распространением нацистской символики на своей социальной странице ВКонтакте. В отношении юношей был составлен административный протокол, в котором предусмотрена ответственность за публичную демонстрацию экстремистской атрибутики. Игорь Нагаев призвал работников образовательных учреждений быть внимательнее к таким фактам. Прошу озвучить, уже буквально, наверное, в сентябре, что проблемы существуют, что за это есть наказание, причем я считаю наказание словами. И поэтому, чтобы все-таки дети думали, что они делают и что совершают. Начальник подразделения по делам несовершеннолетних Альметьевского отдела полиции Ромель Калемулин сообщил, что на каждое учебное заведение города заведено контрольно-накопительное дело, в котором собрана полная информация об учреждении. Своей точкой зрения на проблему поделились секретарь Альметьевской епархии протеерей Иоанн Антипов и имам Мухтасип Фагим Хазрат Ахмедзянов. Представители духовенства едины во мнении, что одной из возможных мер борьбы с экстремистскими взглядами молодежи является традиционное духовное образование. Эдуард Рокопьев, Алена Минкина, Альметьевск ТВ. Это все на сегодня. Напоминаем, что спонсор сегодняшнего выпуска является реабилитационный центр «Добрые руки». Уважаемые телезрители, все наши новости и передачи доступны для просмотра на официальном сайте телекомпании. Вступайте в наши группы ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Одноклассники и Фейсбук и участвуйте в конкурсах и розыгрышах. А я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Уважаемые жители города Альметьевска, с 15 по 19 июня медицинский центр «Добрые руки» организует уникальный авторский тренинг Людмилы Карловой «Эссе». Людмила Карлова – это всероссийский известный психолог, педагог, коуч, процессор технологии «Эссе». Технология «Эссе» – это раскрытие своего уникального ресурса, благодаря реализации которого человек получает от жизни все, чего хочет – здоровье, благополучие и все, что с ним связано. Все это является неотъемлемой частью вашего продвижения на своем уникальном пути. Пять дней тренинга заменят вам годы психотерапии. Подробная информация о тренинге по телефону 403399 и 441399. Звоните, записывайтесь и приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова